ну что значит если я правильно понял то это 11 февраля 1972 года ну что будет комбинация ведической нумерологии классической нумерологии вы родились 11 числа число очень интересное поскольку она состоит из двух единиц и 11 это мастер число то есть человек обладает какими-то возможно даже мистическими способностями снятся какие-то различные сны такие странные непонятные сны вещи можно сказать сны вот и способности без сомнения есть и серьезные есть скажем так интуиции ольга посмотрите на что надо было бы обратить внимание на самом деле можно так сказать прошли этап тот который переходный у вас период то есть не знаю кем вы работаете но у вас сейчас во второй половине вашей жизни у вас есть хорошие способности к менеджменту то есть хотелось бы чтобы вы работали в этой сфере то есть чувство юмора присутствует способности к sales продажам присутствует пользуйтесь вам надо обратить внимание на ваше здоровье и вот рождение маловато у вас великолепнейшая энергия потрясающая энергия связи с космосом и с каждым землей вот и вы будете истощать свою энергию если ваше физическое здоровье не будет гармонии с этой энергией о чем идет речь то есть вам надо делать какие-то физические упражнения вам ни в коем случае нельзя скажем там сидеть самыми днем за компьютер например это истощает вашу энергию вот характер у вас недостаточно на мой взгляд сильный и цели к сожалению вы тоже не добиваетесь той самой которой вы хотели быть потому что как-то вот нет у вас можно сказать ну во всем случае еще раз это не у вас конкретно я неправильно это я смотрю на вашу нумерологическо психологическую матрицу ну вот такой вывод я могу сделать у вас очень серьезная способность из детства каким-то точным наукам уж не знаю пользовались или нет но они и существуют хочу вам сказать что вы могли бы быть и экстрасенсом то есть вот эта энергия связи со вселенной и с вашей интуиции вы могли бы короче рутинная работа вам противопоказано я бы так сказал вот физически вам не стоит перенапрягаться работа тем более что это здоровье у вас от рождения его особо и нет за исключением того чтобы вы это чувствовали знали интуитивно и занимались какими-то видами спорта и с культурой и так далее поэтому но если так то это хорошо то есть условно говоря если два человека сидят на диване у которого от рождения есть здорово второго нет то кто-то раньше упадет скорее всего тут у кого нет вот о чем идет речь что еще можно сказать понимаете какая вещь судя по всему судя по всему тут можно конечно я не знаю как она в действительности есть но судя по всему у вас слабенькая связь с родителями с кем-то или они рано ушли год о чем идет речь если у вас есть ну есть у вас дети и внуки вот ваш сын а у него дочь могут испытывать какие-то проблемы в этом плане общение поскольку нет связи с родителями короче говоря хорошим плотной связи нет если они живого надо ее устанавливать если есть обиды то их надо прощать без сомнения и виниться вот вот такая вещь потому что если мы этого не знаем это к сожалению может все перейти дальше вниз по ступенькам что еще существует здесь какая-то какая-то ну скажем так варианты того конкретные варианты с вашим характером дело в том что вы спокойный человек и вы относитесь к разряду миротворцев луна мама ну скажем ребенок будет рать до посинения папа будет возле него плясать толку никакого не будет мама придет он наверно успокоится вот таким людям относитесь вы регулировать можете конфликтные ситуации но только вы должны понимать вы или или поскольку единица это солнце у вас характер может быть его не хватает но вы можете давить именно в этой связи у вас не хватает характера то есть вас как бы можно ну скажем супруг или кто может починить если у него более сильный характер с одной стороны другой стороны еще раз у вас он как бы есть качество вас есть и вы можете очень серьезно этому противиться тем более здоровья нету это будет отражаться на сердце и вот здесь 4 чакра ну вот на это надо обратить внимание то есть эмоции эмоции хорошо это то что касается вас уже давайте я посмотрю ну давайте поговорим с вами давайте поговорим с вами ну что целеустремленность на самом сильном уровне на самом высоком уровне вы добиваетесь своей цели идете к ней стремительно и получается то что вы планируете это хорошо это хорошо зашкаливает ваша то что называется по-английски self-esteem или самооценка знаете в плане каком завышенная самооценка с вами сложно спорить потому что вы считаете что вы знаете лучше спорить вообще не надо вообще-то говоря то есть это вообще глупость какая-то споре истинно никогда не раздалась не будет рождаться это какой-то непонятно кто придумал и все подхватили спорить нет смысла лучшем случае один дурак докажет другому дураку что он умнее но поскольку изначально дурак только доказывать что умнее второго дурака нет смысла поэтому спорить не надо было бы но сегодня так устроен мир сегодня люди доказывают вот вы вероятность вероятно повторяю не вы и вот как алекс а ваш тип вас нумерологический тип вот такие вещи еще раз прожившие определенное количество лет данном случае скажем там 44 там чем-то вы полагаю уже должны были определить возможно еще раз определить особенно обладая интуиции что у вас в порядке что у вас не в порядке и наша жизнь вся это жизнь познания жизнь созидания эволюции если мы видим и нам об этом говорят постоянно чего это вот это вот это меняетесь никто не вас не будет меняться те кто люди которые приходят к нам это зеркальное отражение нас самих понимаете поэтому не смысла спорить с этим оно есть как оно есть вот ну вряд ли тут ошибки будет это все таки наука как бы далее значит у вас хорошее от рождения способностью быть менеджером вы прекрасный что называется меркурий но к сожалению в этим не пользуетесь вот ну так сказать понимаете как смотрите аналогию провести какую вот есть врачи есть хирурги есть хирурги к примеру да они проделали тысячи операций они уже знают этого человека несчастного который там лежит как свои пять пальцев вот анатомию все не знаю но есть люди которых называют врачами от бога хирурги к пример бога никакая наука никакие книги никакие там исследования не сделает то чего можно сделать тот человек который от бога у него тут внутри solar plexus от солнечное сплетение вот этого чакра она просто дает возможность делать просто удивительные вещи так вот вы от рождения должны обладать этими качествами понимаете в том числе селсмена кстати но у вас их нету вашей матрицы нету значит чтобы я посоветовал если вы бы пошли в это дело и стали бы этим заниматься и продажами ну как-то нивелировать вот эту планету отношения ее к вам устранять неблагоприятное воздействие скажем такое мяч вот я сейчас не буду давать вам рекомендации как что там мантры есть в общем я сейчас вы видите это все так сказать у нас тут мероприятие на самом деле там что-то платят но я же не буду вас просить чтобы мне там платили за это значит а будут продажи я этого уже от этого отошел я не мотивирована этими вещами захотите центр отправите пожертвования но александр вы перешли в тот возраст когда уже эта цифра она остается с вами уж пожизненно вот меркурий скажем вот этой способности эти вы диспетчером быть менеджером купцом в те древние века это купцы землевладельцы которые там обмен товарообмен там деньги зарабатывали так далее но сейчас вы учитель вы во первых очень свободолюбивую вам кстати не давно нравится то что я говорю вот и наверное аргументировать о том чтобы не такой не спорить вот что-то говоря на самом деле вы у вас прекрасные называется communication skills прекрасные способности общению то есть каких-то там парик каких-то там компаниях вас слушают у вас есть способность держать людей и вас любят так как вы общаетесь с ними хороший друг да это так это все правильно это есть но тут есть еще момент в семейной жизни я как бы тут есть какие-то нюансы то есть вы как бы изначально не очень-то и желали иметь семью такой тип я не может не вы если даже она есть но как бы ну вот если такой человек рано не выходит не женится скажем так это может затянуться или быть не один брак потому что вот как-то где-то что-то мешает понимаете вот где-то тут нюансы есть отношения с родителями ну не нас они на самом лучшем уровне еще раз не знаю возможно не тоже уже рано ушли с кем-то из родителей по всей вероятности не было достаточно теплых отношений да вот что можно посоветовать набирайте знания набирайте знания доберите у себя способность спорить если она есть считайте что вы нифига не знаете простите когда у вас есть возможность набрать то что вы считаете что вы знаете потому что знание это интеллектуальная информация так гарбич полный мусор который у нас вот тут находится он сто лет никому не нужен мы храним вот здесь такую турацкую информацию которая забивает все на свете поэтому мозг не работает там китом пять процентов на 300 дом работает возможности нашего мозга это же мы знаем вот все становится нормально все хорошо все хорошо вы представляете о том что вы не от обезьяны произошли во первых у вас почти максимальная составляющая отношения к божественности человек это божественное сознание а произошел от обезьяны но так примерно как от таракана он тоже мог произойти с таким же успехом вот ну вот таким образом так ребята вы только поймите это такие консультации это не каратами не консультацию так уж получилось я имею такую возможность потом давайте посмотрим что будет дальше кто-то у нас есть еще это правда вот пишет алекс ну слава бог все порядке но но это не я молодец такой да это так работают нумерология так у нас есть еще раз раз здравствуйте майкл хотел бы узнать про мою дочь вот 31 июля интересная дата 31 июля знаете тяжело мне считать детей которые родились после 2000 года я не люблю пользоваться я вам скажу очень величество номерологии кто она характер и я бы ей хотелось бы то есть куда ее направлять а дальше посмотрим посмотрим это надо долго анализировать потому что тысячные вот там немножко по-другому все это надо вспомогательные какие-то инструменты месяцу посчитать так сейчас я вам скажу ну что папа решение ваше сколько шесть на 11 лет здесь половина ну смотрите с ней надо вам быть осторожным каком плане девочка очень знаете как семнадцать лет не весны было характер энергетически стойки у нее такой характер не знаю вообще девочки они папины процентов 75 качества они берут папины мальчики они мамины вот такая шахматка вот если где-то как-то чего-то не так то ну по всей вероятности детей будет в этом плане если у вас допустим по отношению там скажем там ну не полная семья к примеру там разводы были ну вполне вероятно что и у детей будет сколько но есть причины на это тридцать первое число состоит сумме дает четыре четверка это такое основательность то есть земля четыре ножки у стула у стола они четко стоят не три четыре это человек который скажем любит стоять но он не витает в воздухе он не витает пространстве у него нету каких-то там идеи это абсолютно земной человек с абсолютно земными потребностями и желаниями и способностями вот есть серьезные способности к точным наукам есть способности к искусству танцы музыка можно развивать уж не знаю как вы с ней вам надо с ней контакт серьезные то есть детей воспитывают ну примерно до возраста 13 лет особенно девочек созревание сейчас вообще очень быстро даже до 12 лет уже поэтому у вас так не так много времени остается чтобы воспитывать дальше они и вас не буду слушать дети они будут так сказать уже все их воспитывать не мы будем мы опоздали вот будет воспитывать друзья школа улицы вот они будут отдаляться поэтому надо заложить с детства заложить вот это понимание того что дети это не просто мы можем как-то манипулировать потому что они маленькие они нифига не знают ну поверьте знают больше мы думаем они знают особенно сейчас дети которые рождаются в это время восьмидесятые года раздались там дети индига уже 2000 это кристаллические дети то есть они совсем по-другому они пришли чтобы нас учить если мы будем на них давить особенно со свойствами характера это будет для нас потом вылиться не очень-то воспитывать надо и вам и и он плане того феминизация эмантипация это вене вот сегодняшний сегодняшнего времени но если она потом когда-то будет давить на мужика это будет плохо заканчивается потому что существует закон которым запад не знает первое женщине надо обращаться с мужчиной очень и очень осторожно это не значит о том что он должен рядом я сказала она пошла рядом нет не обязательно но надо понимать о том что природа это другая разная природа сегодня и мужчины они как женщины но к сожалению но я не беру это в расчет вот я говорю нормально нормальные нормальные люди которые должны эти вещи понимать опять же это информация друзья это вы скажем так не относитесь к этому как тому что я вам сказала вы делаете вы можете не соглашаться с этим нет проблем никаких просто я так сказать говорил я изучаю это и там и там поэтому умеет возможно сравнивать очень трудно сравнивать или рассуждать не знаю про какую-то страну что там никогда не был на основании кого чего на основании того что где-то кто-то написал но это глупо опять же и законы разные вот о чем идет речь поэтому вы просто воспринимайте эту информацию анализируйте ну а потом посмотрите применяйте получится ну дай бог то есть потом она вообще обладает девочка качествами лидера на самом деле ну во первых у нее вот эти единицы единицы это солнце понимаете солнце то есть и надо быть поменим не такой жесткой не не имеется не быть авторитарной вот о чем идет речь но она обладает серьезными качествами и лидерскими кстати лидерскими качествами организатор какого-то своего собственного дела ну вот таким образом хорошо ну хорошо поехали ирина так а сейчас поговорим об этом так давайте будем смотреть в камеру тут задержки у нас идут здесь наверно что я вижу на экране это не то что она в действительности ну что тут надо сказать по поводу вас ирина ну вот я только что рассказывал про мужчину и вот у вас та же самая система с вами тяжело спорить вы точно знаете что вы это знаете то есть вы не допускаете возможность о том что вы можете ошибаться вот это очень серьезная авторитарность которая может заслужить вам плохую службу то есть это завышенная самооценка самого самой себя особенно вы обладаете серьезными качествами и вас действительно очень серьезно слушают то есть та же самая история в обществе каких-то на каких-то вечеринках вы любимица можно сказать стола но здесь есть нюансы у вас не хватает очень многих цифр в том числе здоровья которого нет от рождения прекрасная энергия та же самая история как предыдущего человека женщины вы тогда будете забирать вот из этих ресурсов то что вам не достают по здоровью то есть вам надо было бы надо было бы вам вам какими-то видами спорта заниматься иначе вы себя можете истощить энергии на все не хватит хотя она у вас очень серьезно прекрасная память или на прекрасное качество способности каким-то наукам то есть я бы так сказал что готовый ученый вот то есть не знаю в какой области отрасли могу так положить но тем не менее качество серьезное качество есть абсолютно независимый вы дорогая то есть вы не любите никакого давления на себя вы не любите ни под кем прогибаться ни под какой даже изменчивый мир пускай он прогнется под вас понимаете ну с одной стороны это хорошо но другой стороны авторитарность она может мешать сами понимаете а вдруг вы ошибаетесь а вы такой возможности с большому характеру почти не допускаете знаете вы любите учиться вы готовы учиться день и ночь более того вы готовы обучать и как вам можно сказать и дать вам что-то такое какие-то советы или вам какие-то отдать какие-то приказы к вы сами научите кого угодно у вас очень сильная составляющая 12 число это комбинация солнце и луны это очень хорошо все было бы здорово и замечательно если бы вы у себя во первых вам не нужны сто лет ваши качества особенно женщины на к точным наукам если вы там работаете где-то там научно исследовательском институте по моему так это называлось или где-то там где-то каким-то работникам научным то это вам сто лет не надо поверьте пускай мужики этим занимаются вам-то совсем другими вещами заниматься то есть вам надо было бы переинвестировать так сказать условно говоря вот эти цифры совсем другие которые у вас нет у вас нету венеры она слабенькая венера слабенькая венера мать что такое венера венера это красота это качество это женственность это это не это не свои как вы знаете как это напомнить это служебный роман да вот это алиса френдов который играл короче говоря но такие вещи опять же связь с родителями потеряно или второй вариант они ушли то есть ну не знаю в самом случае нет нету я не вижу в этом конечно есть нюансы это не все на сто процентов как сами понимаете но как правило это всегда именно таким образом работает значит смотрите вы сейчас на пороге вы сейчас в том счастливом возрасте когда у вас идет переход вот одной скажем я сказал даты рождения в кармическую дату с которой мы все потом умрем и воплотимся в новом качестве но уже с качествами вот этими а это качество хорошая комбинация скажем так и та и другая вы прекрасный селсмен у вас должно быть прекрасное чувство юмора вы прекрасный менеджер вот то есть лидером быть вам я бы не советовал и не надо это быть вам лидером у вас качество тех нету свое что-то но где-то где-то в компании где есть лидер это даже может быть семейный не знаю как у вас этим делом у вас максимальная составляющая семейная с нюансами правда почти со максимальным и полностью почти вот где вы могли быть вот таким менеджером но не без авторитарности повторяю хотя жестко какая-то надо но в определенных в определенных пределах вот но таким образом что-то еще но если связь друзья вот тех кому я сказал что нету связи с родителями восстанавливайте прощайте даже если их нету это можно восстанавливать можно можно есть практике как восстанавливать а вам дорогая надо восстанавливать вашим венеру как мне кажется да как я восстанавливать но если у вас есть кто-то сами себе купите вот такое колечко и носите его на этом пальчике это камень венеры бриллиант бриллиант вот или здесь на типа пендент да или как он кулон да вот мантру мантру можно читать вам надо это делать вам надо ее укреплять со здоровьем обратите внимание еще раз на здоровье если вы не занимаетесь каким-то видом спорта надо было бы но только не истощая себя поскольку физическая работа вам противопоказано то есть не перетруждайте себя это удела не женщину таскать кирпичи и так далее условно говоря естественно хорошо таким образом как перед папой то он уже ушел ну да надо повиниться что делать изучать нумерологию ну как сказать полно всяких полно всяких источников знаете как вот почему нумерологии практически не осталось есть такой человек насколько я память мне не изменяет джо хари его зовут физическая нумерология посмотрите александрова если вы хотите у него много есть всякого всего интересного там представление вы получите дело в том что был такой человек его звали бригумуни это аватар который пришел на землю дать людям понятие астрологии и он начал объяснять астрологию но люди потеряли ум уже свой память и он объяснял 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 нифига никто ничего не понимает он плюнул значит объяснять хиромантию та же самая история потом нумерологии та же самая история знаете он взял сыграл гороскопы вообще все которые когда-либо жили и которые когда-либо будут жить то есть но поскольку он сам пришел на землю дать астрологию естественно он понимал о чем идет речь вот выйди есть наследники их тоже зовут бригу наследники астрологические астрологии люди то приезжают ну и им об этом говорят просто только другое что мы со всем этим делать будем друзья но нам сказали очень мало людей знаете вот я приглашал в чикаго двенадцатом году известного там в россии многие его знают сергей серебряков такой вот у меня на радио выступал очень многое мы с ним провели очень много программ выйдет ребят 200 консультаций 200 я вам это все организовывал в течение месяца я потом общался с людьми вы думаете что-то изменилось учили изменилось это надо очень и очень сильные воли наверное да для того чтобы что-то попытаться поменять обладать какой-то таким силой к стремлением к познанию но ведь это самое главное сейчас создаем карму нашу это карма потом проявится мы даже и забыть и забыли мы не помним только наши дети почему то есть родители почему то помнят когда у них не дай бог рождается дети какие-то с аномалиями какими-то откуда кто-нибудь когда-нибудь это все задумывалось это карма друзья это карма это только очень мало людей знают и соглашаются и оправдать и объяснить это все можно элементарно знаете найти себе оправдание сколько угодно всяких будет причин только только что там никакого не будет кому легче станет но объясните вы ну что это это не excuse это не причина не оправдание если мы что-то делаем неправильно это не причина того что мы должны все делать неправильно почему потому что ну вот у нас такие есть причины это не причина вы знаете особенно здесь как сюда приезжает инженера там известные люди которые там или они тут сто лет не нужны они не нужны это корпоративной америке нужны молодые мозги который приезжает сюда там возрасте там часу мало правда кто приезжает сотом 40 лет кому не нужны тем более не языка толком не знают не не специальности то есть очень мало кто по специальности куда они идут такси они идут пиццу разводить пожалуйста сколько угодно рабочих мест но только он идет против природы человеку ну как он вот вот человек у него венера там серьезная гороскопе да то есть это связь с прекрасным красивым знаете кем он работал вот был такой на консультацию приходил беседую с ним он кем ты работаешь он говорит там дженитров дженитров обслуживание там домов квартир то есть ну такая специально знаете не специальности потому что некому туда идти так вот и идут или мексиканцы русскоязычные не имеющие языка не имеющие специальности и спрашиваешь так что ты делаешь или клининг сервис называется клининг то есть мытье там всякая там убирать квартиры до его в гороскопе написано что он золотых дел мастер может быть и спрашиваешь у него тебе то надо было работать вот в ювелирке вы знаете это мне так нравилось конечно нравилось когда у него прямо черным по белому можно сказать а у всех он объясняет я говорю что работаешь там у меня говорит ну деньги то надо зарабатывать и это что это оправдание делать идти против природы только потому что на деньги зарабатывать зарабатывай ты же против природы идешь рано или поздно это же тебе выльется бог тебе твоим детям не себе только думает дорогой кимур а вот известная история ну наверное слышали ноги там доктор геннадий торсунов известный человек вот к нему пришел как-то на прием по моему об этом упоминал пришел к нему на прием как человек с болью в сердце жалобами на боль сердца но торсунов знаете чем это речь у нас там кардиограмму там стресс-тест там и далее всякую ерунду будут давать а он просто кем вы работаете помимо всего прочего тот говорит я ночной сторож он говорит а вы знаете что существует такое понятие как закон премии он говорит не говорит как нет но ночью спать на закон такой почему ночью темно все ночи спят а я не могу другой работы себе найти поэтому у вас проблема потому что вы нарушаете закон доктор ничего не могу сделать ну помогите это моя обязанность помогает он вам помог дал трава юрбет юрбет ну сказал если ты не изменишь свою специальность плохо будет тот говорит доктор я все понял я буду меняться через три месяца он попадает нему с инфарктом что говорит я помыкался чего не нашел ну и остался ночным сторожем ну вот видите я вам это прогнозировал он говорит опять доктор все это для меня точно сигнал я все понял ну вы не помогите но нам помог говорит ну если дальше так пойдешь пойдет тот лишь понимаешь через три месяца попадает с инсультом та же самая история те же самое объяснение помыкался пошел там не работал не нашел другой работы семью кормить на она говорит но дальше чего будет и знаешь да не знаю сто процентов уже все через три месяца номер та же самая история опять помыкался 5 там какое-то время не работал потом 5 вернулся но кому-то этого стало легче друзья то чем мы занимаемся мы даем информацию вот я узнаете по крупицам собирал я меня нет проблем ее отдавать вы же видите нет проблем и мотивирован какими-то вещами как сегодня весь мир мотивирован мы живем в калиюга я хочу сказать это все очень и очень после нас хоть потом это не так мы когда-нибудь вспомним о чем шла речь и в прошлой жизни но бывает поздно да бывает поздно бывает может что-то сделали я призываю к тому правильно пользоваться информацией только все то что и человек знаете как человек должен есть вселенский закон отдавая мы получаем то есть иметь это ни на что не намекаю просто я почему это говорю я говорю потому что нельзя нарушать закон какие бы они ни были это законы не мы придумали это не люди придумали это придумал не вот так высоко вот поэтому нам надо жить в гармонии в соответствии со вселенскими законами ну трудно тут конечно вот по всем этом деле в течение даже одной и даже двух-трехчасовой передачи что-то все рассказать но для этого мы ведем передачи знаете передачи интересны с моей точки зрения и будет новая программа буквально в среду будет программа я пригласил в youtube в живую скажем тоже передачу это будет 6 часов утра по нашему времени но у вас это будет 15 часов дня где я буду показывать это называется рабочее название эзотерическая биржа но кто-то знает наверное да что я там работаю на этой бирже а я-то пригласил известного человека эльзу потяновская и мы с ней будем анализировать я буду задавать интересные вопросы то есть посмотрите я думаю что это будет любопытно то есть скажем так мы будем анализировать а потом принимать решение и практически их использую это вот к тому что есть информация эта информация должна быть так сказать ну принято во первых а потом ее надо адаптировать и применить ну и посмотрим чего из этого получится так у нас время еще есть наш нашу тут там происходит короче говоря давайте мы пока на этом остановимся канал у нас открыть в ютюбе ну полагаю так все таки попытаюсь скомбинировать чтобы три часа смотреть хотя проматывать наверно можно так что если будет вопросы задавайте друзья сейчас я посмотрю кто-то написал сколько у вас стоит консультация ну вот видите вы знаете не люблю делать консультации сколько бы они не стоили я это не не удел меня давайте я могу направить кому-то еще вот они делают они специалисты прекрасно сделал консультацию что такое новое ну или я потом может быть 150 долларов вообще-то говоря она стоит эту консультацию со всеми анализами наверное дорого просто время много занимает подробнее о новой дате рождения ирина непонятно что такое новая дата рождения когда вы родитесь еще раз или что что вы имеете ввиду под новой даты рождения непонятно напишите полагаю здесь у нас задержка ну напишите я потом посмотрю что такое новая дата рождения вот кстати видите очень серьезная личность хочу вам сказать это бог кубера посмотрите там есть одна передача про бога куберов так подробнее новый как и когда человек ее получает я не совсем еще раз понимаю что такое какую новую дату рождения человек получает а он один понимаете смотрите человек родился на земле он родился он родился он родился всего один раз а время рождения мы не можем изменить время смерти мы изменить не можем но от нас зависит как мы пойдем вот к той последней точке кратчайшим путем или каким-то образом извилистым понимаете вот это зависит от нас то есть судьба одна но сценариев много вариантов судьбы много вот астрология карта минного поля правильно если мы знаем о чем идет речь мы можем обойти а мы можем себя серьезно повредить если мы пойдем по этому минному полю подорвемся на мини причем с разной степенью тяжести повреждения мы вот эти вот вещи должны знать я имел ввиду наверное вы спрашиваете о новой дате рождения когда мы родимся в следующей жизни вот а то есть мы родимся с качествами нашей второй второй цифр вот именно с этими качествами мы раздаемся то есть я говорил уже я не помню несколько человек было да ну меркурий это менеджмент вот то есть сегодня нам надо функционировать именно в этом ключе и идти в соответствии с нашей природой имея ввиду о том что качество нашего рождения дата нашего рождения они тоже есть эти всегда будут с нами но вот эти цифры они должны быть гармонии то есть в следующий раз мы родимся скорее всего 18-15 родимся скорее всего 5-го 14-го 23-го числа скорее всего то есть вот как мы сейчас будем себя вести как мы будем функционировать до конца нашей жизни примерно в возрасте там скажем 35-40 лет от этого зависит качество которое мы получим при рождении в следующий раз вот это я имеется в виду а нового рождения ну как дважды не не родимся был такой тот атлант гермес тресмегист которого называли дважды вырожденным но там друг другая история это не физическое рождение это другая вещь послушайте передать ну там кратко правда я касался это он спускался в зала и аменти в озеро там специально где он умывался и получал возможность жить еще очередные там 60 лет но нам это не грозит друзья нам дай бог нам прожить наш срок желательно по правилам давайте мы тогда сделаем перерыв я пойду посмотрю что там происходит а вы ну если будут вопросы пишите да так друзья я смотрю остался один человек наверное нам надо заканчивать ну кулон кулон кулоны разные это я потом расскажу у меня слабая луна поэтому я ношу кулон вот это лунный камин дальше слабая венера нужна гармония в числовой матрице человека между планетами у всех разные задачи опыт ну мы конкретно говорим о вас ирина поэтому гармония нужна везде и во всем естественно но в данном случае она вам была бы неплохо вот так что разная задача опыт это правда ну вот таким образом так друзья наверное нам надо заканчивать это дело все то там у нас еще идут какие-то мероприятия достаточно интересные с моей точки зрения но это требуется моего присутствия там в то же время вы смотрите здесь давайте мы остановимся я никуда не ухожу завтра понедельник понедельник это это бухарин у нас будет в эфире так что мы там это все несколько программ которые уже были записаны с василием с психологами интересная программа об изменах кстати причем не родины измены это должно быть интересно мне кажется вот они будут обработаны и выставлены не записано уже вот ну с этой с этой программой с этими лайфами в ютюбе что-нибудь тоже сделать все спасибо за внимание всем я тогда выключаю бродкест